С Эйнит Блайтон. Странная кража. Секретная семерка. Джек тоже может быть коварным. Часть 2. Послышалось хихиканье и какие-то слова, которые Джек не расслышал. Его распирало от злости. Раскидают они костер. Ну и дела. Жалко, что у нас так мало денег на петарды, сказала Дорис. Они такие дорогие, когда их мало. То и не очень весело. И чучела у нас тоже нет. Что толку от чучела, если нет костра, чтобы сжечь его, заметила Сьюзи. Правда, у их чучела прикольный одет. Вот бы нам достать такую же. О чем они говорили дальше, Джек не мог расслышать. Скорее всего, коварная тройка строила какие-то планы. Какие? У Джека было плохое предчувствие. Что еще задумали эти девчонки? Разумеется, он не скажет им, где они будут разводить настоящий костер. Ну, он может намекнуть, но этот намек наведет их в совсем другую сторону. Джек заулыбался. Да, он мог заставить коварную тройку пройти длинный путь, в конце которого не обнаружится никакого костра. Так им и надо. Потом Джек решил напугать подружек, чтобы отплатить им за проделку. Он закричал таким страшным голосом, что даже его самого удивил. О-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а В беседке воцарилось молчание, а потом раздавался испуганный голос Юлия. Господи, что это было? Джек снова закричал, в этот раз под быванием, от которого кровь стыла в жилах. Коварная тройка с воплями, спотыкаясь, выскочила из беседки и со всех ног убежала по садовой дорожке. Джек вошел в беседку и повалился на лавку, держась за бока от смеха. Надо же, не знал, что ты на такое способен, похвалил он сам себя. Пойду домой и сделаю вид, что только что вернулся, собрались секретные семерки. Джек, прошествовав в дом, засунув руки в карманы и напевая песенку. Девочки испуганно повернулись к нему. — Джек, ты слышал эти ужасные звуки, когда шел по саду? — спросил о Сьюзе. — Какие звуки? — Как кошками около, удивился Джек. — Только не говорите мне, что вы ее испугались. Или вы имеете в виду старую бурую сову? Да, вы, наверное, бы и машиной пеской испугались. И, кстати, вы, наверное, думаете, что очень смешно поступили, когда вышли, вытащили нашу чучело из сарая. Так вот, это совсем не смешно, вы слишком вредные. — А разве вы не вредные? — парировала Сьюзе. — Вы не хотите вместе с нами сжигать чучело? А у нас чучела нет. Не хотите поделять супертардами? А их у нас тоже нет. — Вы посмотреть на него нам не дадите. — А где будет костер? — с невидим видом поинтересовалась Хильда. — Неужели нам об этом не скажут? — Отчего же скажу? — ответил Джек. — Знаете, поле Хеллинг на склоне Крутого Колма. Там у нас уже все уже готово, чтобы развести костер. Только не смейте разжигать его. — Вам ведь ни в чем нельзя доверять. Он ушел из комнаты, и девочки ухмыльнулись. — Правда просто? — сказала Сьюзе. — Отправимся туда завтра и раскидаем их трава по всему полю. Следующая глава, тринадцать. Лицо в окне скоро. Эннид Блайтон. Секретная семерка. Странная краша. Часть два. Часть один. На канале уже вышла. Следующая глава. Лицо в окне. 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 Продолжение следует...